Доброе утро всем! Да, таз с бельем и ныне там. Чарли тоже тут. В общем, я сейчас, знаете, что хочу? Хочу надеть уже летнюю обувь. Во-первых, я сегодня прям совсем по-летнему. Эти шорты, представляете, у меня целый год отдыхали. Целое лето отдыхали в прошлом году, потому что я просто их не нашла. А когда я разбирала зимние вещи, то я нашла эти шорты. Кстати, аппликации сама пришила. И вот решила надеть. Их одеть обувь летнюю уже. Но вы знаете, когда переходишь с летней обуви на... с зимней обуви на летнюю, то начинается сезон мозолей. Поэтому я хочу запастись пластырями, чтобы для меня не было неожиданностью. У вас тоже так? Когда обуваетесь после зимней резины, в летнюю начинается мозоли? Или только у меня, у одной? Так, что вот так? Сейчас еще надо выбрать, чтобы путь... Чтобы у меня такой вот беспорядок, потому что иначе они не влазят. Вот эти, наверное, не будут. Правда, ногти на ногах не накрасила. Ну, ничего страшного. Кто будет на мои ногти на ногах смотреть, правильно? Никто. Тем более, я сегодня только на работу и обратно. Так, у меня еще одна штучка есть, которая мажется. Просто я знаю, где у этих... У этого эго-го-го-мазора натирается. О, у меня тут еще что-то тут нету. И вот для мозоли. Хоть у меня тут... Всего-то всего. Вот такая штучка есть. Ой, застряла в пальцах. Ей мажешь в местах, где должны быть мозоли. Хорошо, это тут какие-то бумаги. И вроде бы как мозоли не должны быть. Ну, посмотрим. В прошлом году были. По-любому. Крема разные. Так, все. И собираюсь и иду на работу. Уже стричься надо. Я уже с родственницей договорилась, что... Скоро-скоро, говорю, приходи, стриги меня. Все. Я уже обрастаю, уже кудри. И вот состричь вот это вот все жженое, пережженное тоже хочется. Вот. Как-то так. На улице пахнет костром. И мне, знаете, что вспомнилось, как наши школьные годы. Вот, как мы собирали листву в школе и жгли на субботниках. Прям тоже точно так же пахнет. Несу лукошку для золушки. Так, и это моя какая-то сумка для покупок. Всегда, когда покупаю, потом на следующий день нужно относительно машину, чтобы вдруг мне приспичить в магазин ехать. Пасточки так низко летают. Типа к дождю. Но к дождю и не пахнет. Боблин. Открываю багажник, а тут у меня трындец. Это мужу вчера дали перец. Вот такой. В общем, он мне его из своей машины переставил в мою. Зашибись. Типа мне не охота нести, нести ты сама. Трындец. Придется сумку вот эту сюда ставить. Потому что там у меня уже места нет. Так такой. Я специально вот этот мешок положила сюда, чтобы эта бутылка туда-сюда не гонялась. Вообще мне нужно еще... На работе взять такой же баллон. И купить уже два газа, чтобы было. Потому что на работе у меня тоже работает горячая вода. Да, Чарли, а где ты? Ты? Вин, а, баму. Вин, аки. Вин, ты. Не, вы видели, а? Ему по барабану, что я говорю. Сразу такая. На обед у меня будет гороховый суп. Что-то горох такой в этот раз, знаете. Обычно вот последний раз брала горох. Он за 20 минут у меня готовился. А этот, не знаю, я вчера его часа два варила. И он еще все равно недоваренный. Я думала, дойдет, нифига не дошел. Довариваю. И вот такие вот отбивные. В панировке тоже жарю. В общем, вот так вот будем кушать вкусняшку. Так, друзья. Так как дело с масками у нас предстоит надолго. А та маска, которую я себе шила, она там много фильтров забабахала. И, в общем, не то что тяжело дышать, в ней жарко дышать. И вот я себе решила летний вариант сделать. Но с кое-какими дополнениями. Потому что я уже две потеряла маски. Когда спорт делаю. Кладу в карман. И все. И потом она из кармана как-то улетучивается. Куда-то девается непонятно. В общем, сейчас кое-что придумала. Когда в машину ехала. Сегодня у нас дома. У нас маски продаются везде сейчас. В магазине. В основном они, знаете, 60 копеек. 60 центов стоит одна маска. Но они продаются по 50, по 10, по 30 штук. И хирургические вот эти маски, они мне не нравятся. Потому что они мне лезут прям вот на нос надеваешь. И вот в глаза лезут. Я один раз так поработала. И вся замучилась. Ее больше я руками трогаю, мызгаю. Потому что, ну, действительно, вот так я начинаю укладывать. И она мне прям в глаза вот тут вот лезет. Ну, и что это за защита такая? Конечно, никакая защита. В общем, я себе сделала уже выкройку. Но она у меня лежала еще с прошлого раза. Это удобная выкройка. Вот. Вот этой стороной буду шить, наверное. Да, светлая. Вот. И сейчас посмотрим, что у меня получится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, все, я сшила. Во-первых, смотрите, я уже две маски потеряла. Поэтому я прилепила вот сюда шнурок. Надо, знаете, что сделать? На следующей неделе, в понедельник, я пойду в магазин. И вот в этом, как же он называется, где сумки продают, там продают вот такие вот цепочки для... Что? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Ай, на вот рыбку у тебя, рыбку маленькую. Вот. Цепочки продают для очков. Вот. Лайфхак вам, пожалуйста, не терять маски. Эта маска, я ее сшила, она... Сейчас покажу. Во-первых, она тонкая. Сюда можно класть бумагу туалетную. Вот. И будет фильтром. И просто у меня в той маске очень много фильтров разных. И в ней дышать невозможно. Мне кажется, очень симпатичная. Видите, все кулюторно, все как надо. Вот. Тут тоже все зашибись. И... Чтобы не терять ее... Сейчас. Я вот такой шнурок придумала. Ну, а чтобы совсем украсить, мне вот Таня дарила вот такой... Как это назвать? Брошь. Мне кажется, очень красиво выглядит. Так что, друзья, можно шить маски и украшать их, например, камнями Сваровски. Вот я в ней буду гулять, когда никого нету. Я ее хоп, сняла. И все. И она у меня так висит, вот как очки. И не теряется. И не мешает. И можно ходить, гулять по лесу спокойно. Выходят люди. Я ее хоп. Че? Про порошайка. Опять напяливаю на харю морду. И все. Красивое. С совой. Все как надо. Че? Стоит тут такой у меня вот так вот лапой. В общем, как вам идея? Как вам моя маска? Мне кажется, очень суперски. И красиво. Оригинально. Че, попрошайка. Я уже, кстати, маски шью очень быстро. Буквально за 5 минут. Я уже скоро буду ставить профессионал. Стану профессионалом. И мне нужно это уже на поток воспроизводить. Чтобы вот на продажу. А че? И удобно? Мне вот эти вот. Вот эти вот. Они мне совершенно неудобные. Прям вообще неудобные. Та, которая у меня на работе, она очень плотная. В ней вообще невозможно. Не то, что в ней очень сложно гулять. Вообще. И даже работать в ней очень сложно. Мне сегодня чуть плохо даже не стало. Представляете, жарко. Фен этот в харю. В общем, я стою. Мне уже, блин, так хочется вот так вот снять. Вот так сделать, ну вот. Ну, к сожалению, нельзя. Так что вот такие дела. Сейчас чаю попью. Лежит мой король. И знаете, что я обнаружила на этом короле? Блох. Блохастый. Ты у меня блохастый, Чарли. Ты у меня блохастый такой, а? Так что сейчас мы позанимаемся. И пойдем в магазин собачий. Надеюсь, он еще не закроется. Потому что уже надо покупать ошейник против блох, гаропат, этих клещей и всего подобного. Да. Кто у нас блохастый? Я всегда покупаю ему. Когда вижу первых блох, так и покупаю. Ну, так лежу, представляете, думаю, что у него там такое черное мелькает? А это, оказывается, живности. Ты что такой блохастый-то? Ты что такой блохастый-то, а? Вот так вот. Вот, по-моему, одна. Еще в шесть и не поймешь. Не поймешь. Вот так вот и лазим. Как обезьяны, знаете. Обезьяны такие высматривают, высматривают. Так и я. Пойду переодеваться. И на сумбу. Вот так вот лежит целыми днями. Целыми днями. Была у меня одна орхидея. Стало у меня две орхидеи. Представляете, я знала, что с ней что-то не так. Хотя корни все хорошие, зелененькие. Но, видимо, ее поливали. Вот она там сгнила. Я-то ее поливала. Вставила в это. В корыце. А вот, видите. Видна не судьба. Видна не судьба. Видна нет любви. И, кстати, любовь-то и была как раз. Но подруга Танька сказала, реанимирует. Не знаю. Реанимирует, не реанимирует. Но у меня есть планы съездить в магазин цветочный. И купить себе еще каких-нибудь красивых цветов. Вот там все-таки запарила страсть. Смотрите, затукалы какие выросли. Эти, не знаю. Там вроде новые есть. И так что-то фигня какая-то растет. Не растет, не поймешь. Что с ними? Земля вроде сухая. Или хрен его знает. Фикус тоже вон растет. Что ты? Я тебе купаться наложила. Жратвы надолобала. Не купаешься? Ладно, сейчас мы свалим. В общем, я сейчас иду гулять. Вся жарко. Так не могу. Хоть и вентилятор включала, занятия. Вообще, все становится сложнее и сложнее. На улице это не май месяц. Хотя май месяц. 41 градус, друзья. Триндец капец. Ладно, надеваю майку и вперед. Эх, путорожка фронтовая. Надо кроссовки уже половину убрать. У меня половина не на улице. А, это моя маска. Сейчас пойду новые маски. Субтитры добавил DimaTorzok Вы знаете, я не пошла сегодня покупать Чарли и этот, как он называется, ошейник. Потому что вспомнила, что у меня же есть шампунь от Блох, там, от всех этих. Вот я покупала в последний раз. А еще сегодня же праздник. День, как там, памяти или как это сказать. Нельзя, в общем, мусор выкидывать Николаю Угоднику. И вот я сходила в мискиту тут навестить, скажем так. И иду сейчас обратно. Вот. У нас еще сегодня... Мы же с понедельника... Ну, мы опять в полуиспании. В общем, каждые две недели мы же переходим на новые фазы. И вот в этот понедельник должны были перейти в новую фазу, вторую. Ну, там более послабления, более большие. Можно было бы на пляж сходить. Можно было бы... Но, видно, не судьба. Видно, не судьба. Нам опять перенесли. Так как мы в первую фазу всего неделю назад перешли, то нам еще неделю, наверное, сидеть, как минимум ждать до новой фазы. То есть опять будем все так же, как и есть. Еще у нас открылись вот такие вот... Можно заниматься спортом на открытом воздухе. Вот здесь вот занимаются, знаете, падаль здесь называется. Это типа... Я не знаю, может, в России или в других странах тоже так называется. Падаль. Ну, что-то типа тенниса большого такого. Ракетки, мячик. Вот. И играешь с ним. Вот. Так что на пляж нам на этой неделе не судьба. Ну, а погода такая классная, прям пляжная. В прошлом году вообще май был ужасный. И июнь даже плохой. А сейчас вот как нарочно, знаете. Погода замечательная, блин. А на пляж мы не можем идти. У нас вчера, кстати, ну, я на мэра подписана в фейсбуке. И она сказала, что нужно быть ответственнее. И что будут штрафовать, кто будет загорать и купаться. Можно ловить рыбу до 10 утра. И что-то там вечером, то ли с 10, то ли с 9 вечера. Видите, сколько машин. Потому что там вот, вот этот вот падаль. И а купаться и загорать нельзя. И штрафовали вчера 20 человек. А штрафовали. Вот. А это не кухры-мухры, 600 евро. У меня лишних нет. Я лучше подожду, передожду. Тем более вода не бусы лендидная. Хотя одна из подписчиков сказала, что вода теплая. Ну, знаете, у каждого по-своему теплая. У меня есть подруга, которая, она прям морж. И вот она тоже всегда мне говорит, ой, вода теплая. Я захожу, там у меня ноги с судорогой сводят. У меня, если вода холодная, я не могу. У меня ноги с судорогой сводят. И прям я все, я должна выходить из воды. Ну, ничего, неделю еще посидим. А уж на следующей этапе точно перейдем на вторую фазу. Хотя у нас в Андалусии вообще дела идут замечательно. И вообще по Испании с коронавирусом ситуация очень неплохая, скажем так. Вчера около 400 было, как это, заражены. 344 без Каталунии. Каталуния что-то там не дала информацию, потому что что-то у них там сломалось. Вот. И было без них 344 человека. А умерло что-то там совсем мало. Вот. Но все равно, вы знаете, лучше вот так чуть-чуть, помаленечку, чем сейчас мы все выйдем. Вот. И опять потом нас опять летом закроют. Представляете, летом дома сидеть. Да ну нафиг. Лучше помаленечку, потихонечку. Я, кстати, с новой маской. Вот она у меня тут висит. Вот. Я смотрю, вот люди все в масках сегодня. Прям вот поголовно я ехала на работу. Но здесь нет, конечно, а вот в городе все в масках. Штрафы у нас от 130, по-моему, евро и выше. Если ты без маски в общественных местах. В общем, как-то так. Такая ситуация. Идем с Чарли домой. Что-то я устала. Потому что я поднялась на гору. И могла бы через 5 минут и уже быть дома. Ну, не 5, это я преувеличила. Но я опять вернулась. В общем, сделала оттуда и сюды. Вот тут тоже был, знаете, бар. Один такой, знаете, семейный, скажем так. Там была еда. Вот там вот такая домашняя. Все по-домашнему. Все было очень вкусно. Ну, я не знаю, этим летом, наверное, он не откроется. Так, вот лошадьми пахнет. Тут вот в основном, вот в этой зоне, лошадей держат. Вот как так, а? Вот я не понимаю. Показали сейчас, что в Малаге последний зараженный выписался из больницы. Но она не проходит на второй этап. А кто тогда проходит? Я вообще в шоке. Политика, говорят, больше склоняется, что это политика. Фик его знает. Мечико. Мечико. Я его искупала. Он чистый теперь, безблошиный. Потому что шампунь от блох и от всего. Бегал тут носился, как угорелый. Муж говорит, что завтра будут все выступать. Нет, нет, протестовать. Потому что действительно странно. Если говорят, в Малаге ни одного в этом нету заболевшего, ну в больнице, или может в УЗИ, или где там, непонятно где, то почему не проходим в вторую фазу. Странно. Ну я не в Малаге живу. Я живу в провинции Гранада. Это в 100 километрах от Малаги. А Малага мне очень нравится этот город. Это вообще супер город. Больше всех. А в Испании я побывала во многих местах. Почти всю Испанию объездила. До Барселоны добралась. Дальше Барселоны не была. Чаек и клубничка у меня на ужин. С вами буду прощаться. Сколько я тут находила-то? 19,760 шагов находила. Маловато. Я всегда стараюсь около 20,000 шагов находить в день. Ну я сегодня сумму сделала. Так что все нормально. Сходила в душ. Говорят, еще температура будет повышаться. Моя любимая пора. Жалко, что на пляж нельзя. Но переживем. Завтра работа. Вот. Все увидите завтра. Всего вам самого лучшего. Приятных выходных. Будьте здоровы. Живите богато. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok